От сердца к сердцу с добротой. Благотворительная акция, которая уже в седьмой раз проходит на базе Брестской средней школы номер 15. Основная цель мероприятия – помощь малообеспеченным семьям и семьям, где воспитываются дети-инвалиды, а также одаренные ребята, победители конкурсов и соревнований различного уровня. Главные участники акции – организации предприятия Московского района города над Бугом, коллективы и руководители, которые не остаются равнодушными к чужому горю. В этом году этот уже немалый список пополнили государственные служащие и средства массовой информации. Глава администрации Московского района Александр Рогачук считает, что акция «От сердца к сердцу с добротой» будет продолжаться, и в следующем году к ней присоединятся новые участники. Через две многочисленных благотворительных мероприятий, которые проводятся в каждом регионе, у нас в Московском районе, это тоже не единственное мероприятие, такое новогоднее, рождественское, но, наверное, оно самое волнительное. Волнительное, потому что проводится, прежде всего, по зову сердца людей неравнодушных, руководителей предприятий и учреждений Московского района. Мы не администрируем это мероприятие какими-то лимитами, какой-то обеззалкой и так далее. Это та замечательная, хорошая рождественская традиция, которая есть. Вдохновителями и авторами идеи благотворительной акции «От сердца к сердцу с добротой» стали руководство и коллектив строительного отреста номер 8. В свое время они решили оказывать помощь работникам своей организации, которая находится в сложном финансовом положении. А через некоторое время инициатива начала реализовываться уже на районном уровне, совместно с территориальным центром социального обслуживания населения Московского района города. В 2011 году начал работу «Попечительский совет», который и возглавил генеральный директор строительного отреста номер 8 Михаил Вотчиц. На сегодняшний день этому благотворительному союзу есть чем гордиться. С каждым годом количество участников растет. Как считает Михаил Вотчиц, неважно, сколько пожертвует та или иная организация. В благотворительном деле важную роль играет участие. Ведь из капель, как известно, можно и море собрать. Сам «Попечительский совет» в 2011 году появился, но уже это все происходило и до этого несколько лет. Но как-то оно вышло спонтанно. Вот трест большой и очень много и у нас в Тресте проблемных семей. Есть дети с заболеваниями, где мы, конечно, старались как-то помогать, потому что болезни есть такие, где в одиночку очень тяжело вытянуть эту ситуацию. И вот оно как-то постепенно созрело вот такое решение, почему бы это не делать как бы в большем масштабе. В общей сложности организациями и предприятиями, общественными объединениями и коллективами была собрана сумма в размере 100 миллионов белорусских рублей, которые пойдут на нужды семей. Однако Рождество – это время не только подарков, но и поздравлений. Кроме денежной помощи для всех участников мероприятия был организован праздничный концерт. Лучшие вокалисты и исполнители района приехали, чтобы поздравить всех с праздником. Среди артистов и Дима Стасюк – юный участник республиканского конкурса «Я пою». Вокалист также удостоен денежной премии, которую получил из рук главы администрации Московского района. Дима считает награду заслуженной. Уверен, что это станет стимулом для новых совершений. Надо добиваться всего, что ты хочешь. Надо надеяться на себя, потому что когда ты не надеешься, то никогда у тебя ничего не получится. И вообще я с мамой поехала на кастник только для того, но я пою, чтобы посмотреть, как это делается. Мы не хотели просто туда попасть, просто хотели посмотреть, что это. Но вот и попали чудом. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халяв, Кантон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Кантон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ» Кантон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ»